Организация работы склада Автосервис, как одна из самых развитых отраслей, потребляет огромное количество запасных частей, инструмента, оборудования и материалов. Миллионы наименований, десятки миллионов деталей, узлов и агрегатов перемещаются по всему миру. От их своевременной поставки зависит результат работы любой станции технического обслуживания или сервисного центра. Обеспечить бесперебойную работу механиков призвана хорошо отлаженная система логистики всего, что может понадобиться в повседневной работе автосервиса. В этой сфере работают сотни компаний, десятки тысяч квалифицированных специалистов. Начав свой путь на заводах, расположенных по всему миру, запасные части направляются на склады крупных оптовых компаний, таких как Европарц РУС, деятельность которой представляет практический интерес с точки зрения организации логистики. Компания Европарт – это большой холдинг, международный холдинг, который начал свою жизнь в 1948 году в Германии. В России мы являемся Европартом. Это не филиал, это отдельный анклав, который развивается по собственным законам. Если у Европарта есть какой-то филиал в Европе, то он питается с единого склада, центрального склада в европейском, который находится в городе Верли, Германии. Мы же создаем собственную систему, такую же, как Европарт в Европе. Мы создаем совершенно такую же логистическую систему, складскую систему, которая позволяет нам развиваться, используя опыт Европарта в холдинг. Мы производим закупки запасных частей, которые поступают на наш центральный логистический склад в Москве. И из него уже питаются наши филиалы, созданные уже принадлежащие нам. Наши представители, наши люди, которые в дальнейшем работают непосредственно с конечными клиентами. Что касается сегодняшнего размещения нашего, то, к сожалению, мы использовали уже существующие площади. И поэтому были вложены достаточно серьезные средства, чтобы все реконструировать. Развитие нашей фирмы переживает те возможности, которые предоставляют нам склады теплого хранения. И нам пришлось применить небольшое ноу-хау, можем сказать, скажем так. Это применить склады временного хранения, обустроить склады временного хранения. Холодные склады как раз для тяжелых запасных частей. Это барабаны, рессоры, стекла. Потому что они позволяют не согласовывать ни с кем, а просто в нашу территорию устанавливать эти склады, эти тенты. И при этом использовать ту же самую систему хранения, которую мы везде используем. Это логистику склада. Работой склада управляет штат сотрудников, постоянно находящихся на связи с многочисленными поставщиками. Это служба «Мозг» компании. Здесь координируется и обрабатывается вся информация о грузопотоках, поступлении новых партий груза. Сюда поступают сотни телефонных звонков, приходят сотни электронных писем. Если продолжить сравнение компании «Европартс РУС» с сильным и крепким организмом, то система складов ее сердца. И о его работе рассказывает Валентина Пугачева, начальник отдела внутренней логистики. Этапы обработки груза состоят в том, что автомобиль, привозящий нам груз из Германии, разгружается на территорию нашего складского комплекса. Далее груз перемещается на склады в зависимости от того, какой внешний вид груз имеет. Это связано с тем, что либо это большие палеты с барабанами и тяжелый груз, либо это легкие объемные грузы, которые перемещаются на другие склады. Сотрудники склада приступают к приемке товара. Цикл приемки товара заключается в том, что они получают документы от операторов склада на приемку данного именно определенного поставщика и занимаются обработкой этого груза. Маленький товар поднимается на многоярусный склад в зоны приемки. Там их две. И ребята по документам, по компьютеру, сверяясь с номерами, начинают приемку. После того, когда ребята наклеивают этикетки, товар либо товар другими сотрудниками склада разносится по местам хранения согласно того, как указано на этикетке. Это является либо первый ярус многоэтажного склада, либо второй, либо третий. Товар, который хранится на палетах, переносится на территорию палетного склада хранения. Перемещается он туда на подъемном механизме, который находится у нас на малоэтажном складе. Там сотрудники склада, занимающиеся работой именно на этой территории, и разносят товар по местам хранения согласно этикеток. Цикл товара именно приемки на этом заканчивается. Документы отдаются операторам. Операторы вводят все данные согласно отметок склада в программное обеспечение. В функции склада входит также отгрузка товара клиентам, как приходящим в офисы, в офисы, получающим запчасти сразу же здесь у нас на складе, так и клиентам, находящимся в Москве. Развозом груза для клиентов, находящихся в Москве, занимаются наши машины. Развозят на транспортные компании для наших клиентов, либо на наши филиалы. Отгрузка клиентам в офисе происходит по принципу того, что клиент приходит в офис, подходит к сотруднику отдела продаж, общается с ним на предмет требуемых деталей. После этого, когда они подыскивают то, что ему требуется, сотрудник отдела продаж выписывает данную позицию. Информация попадает оператору на выписке, и оператор на выписке выписывает документы для клиента, который пришел в офис, и сразу же выписывается складская накладная, по которой склад обязан собрать товар, отгрузить данный товар к клиенту. Сотрудник склада получает у оператора на выпуске накладную для склада, по которой он согласно мест хранения, указанных в накладной, номенклатуры товара и количества, подделает подборку для клиента, обводит количество, которое он собрал, для того, чтобы не спутаться самому, идет в зону выдачи, выдает это клиенту, ставит свою печать именную. После того, когда накладная выдана клиенту и груз полученный, сотрудник склада полностью, считается, обслужил клиента и может идти заниматься своей дальнейшей работой. Прежде чем рассказать о том, как в компании построена работа с клиентами, познакомимся с оригинальным решением, позволившим значительно увеличить складские площади. Быстросборные склады временного хранения обеспечивают хранение и обработку крупногабаритных грузов и при этом не требуют никакой разрешительной документации для монтажа и эксплуатации. Основная цель работников компании – обеспечить автосервисы и технические центры всем необходимым. Ежедневно им приходится встречаться с огромным количеством клиентов, которые обращаются в компанию со своими неотложными проблемами. Для многих из них встреча с компанией начинается с розничного отдела. Здесь с клиентами работают специалисты, вооруженные всей необходимой технической и технологической информацией, находящейся в постоянном контакте с сотрудниками складов. Тех клиентов, которые давно и успешно работают с компанией, ждут в отделе оптовых поставок. Здесь формируются большие сборные партии грузов, которые направляются не только в автосервисы, но и в филиалы компании. Ежедневно компания «Европарц.рус» принимает и отправляет десятки грузовых автомобилей, доставляющих на ее склады и увозящих отсюда во многие российские города запчасти, узлы, агрегаты, инструменты и оборудование, без которых не может работать ни один сервис. Деятельность склада компании «Русские краски» во многом типична для крупного предприятия, но она имеет и свои особенности. Сейчас мы находимся на территории складского комплекса «Осташинского», который подлежит объединение «Русские краски». Данный складской комплекс имеет площадь более 4000 квадратных метров. Площадь загрузки полезная – это 3200 палетомест. Склад имеет принцип семиярусного хранения, то есть две зоны долговременного хранения и зоны комплектации. В зоне хранения работают высотные штабелеры, которые обеспечивают высоту подъема до 9 метров. Соответственно, в зоне комплектации – электропогрузчики. Также предусмотрена пандус, рампа для отгрузки автомобильного транспорта. Мы можем одновременно грузить четыре автомобиля. И в ближайшее время предусматривается, как бы уже есть проект по подведению железнодорожной ветки, потому что железная дорога находится буквально в километре отсюда. Приход продукции на автомобилях, они к данной рампе подъезжают, попадают в зону комплектации. После этого заводится складскую программу, которую мы тоже специально под заказ сделали именно под наш складской комплекс. И после того, как она оприходована, она поступает на места хранения. Соответственно, процесс отгрузки идет в обратном порядке. Поступает заказ на продукцию. Программа выдает лист-наряд комплектовщикам, и они с определенных мест хранения продукцию в необходимом количестве комплектуют на палет, и после этого из зоны комплектации продукция попадает на рампу, соответственно, отгружается. По большому счету, это не собственная наша разработка. Мы обратились к фирмам, которые специализируются именно на разработке программного обеспечения для складских комплексов. Сформировали техническое задание, исходя из нашего ассортимента, из наших параметров склада. И по большому счету, получили готовый продукт, который в данный момент сейчас пользуются. В программе, в нашей складской, заложен алгоритм, который основан, в том числе, один из алгоритмов, основан на принципе, обцеда анализа по материалам. То есть мы оцениваем оборачиваемость по продажам, в первую очередь, этих материалов, и поэтому места хранения для них, для этих материалов, находятся как можно ближе к зоне комплектации. Для чего? Для того, чтобы оптимизировать потоки и, может быть, маршруты штабелеров, погрузчиков, и, соответственно, сократить время нашей складской работы и ускорить отгрузку для потребителей, в первую очередь. Сейчас я стою в зоне отгрузки и комплектации заказов от наших дилеров. Для удобства отгрузки, для того, чтобы было понятно нашим грузчикам, мы используем средства визуализации заказов. Это коробки, которые отмечены красными, с желтыми, с зелеными и синими цветами. С зеленым отмечены коробки, в которых полностью собран заказ, именно той продукции, которая указана на транспортной этикетке. Желтый цвет показывает, что коробка сборная. Там несколько видов лакокрасочных материалов, которые помещены в одну коробку для удобства ее транспортировки. Это одно из средств визуализации, которое помогает быстрее комплектовать заказы, быстрее ориентироваться в той куче продукции, которая отгружается потребителем. Казалось бы, организовать складирование, переработку и отгрузку партии лакокрасочных материалов проще, чем большое количество разнообразных запчастей. Мы находимся рядом со стеллажами, на которых хранится продукция под маркой Вика. Все стеллажи имеют определенные коды, что помогает сразу очень быстро находить продукцию. Все коды дублируются в компьютерной программе, которая находится у операторов склада. Рядом с кодом имеется паспорт лакокрасочных материалов, размещенных здесь, в котором указывается срок хранения, номер, учетный персональный номер продукции, фасовка и некоторая дополнительная информация, которая очень важна при комплектации продукции. Опыт работы склада по обеспечению специфических условий хранения легко воспламеняющихся и пожароопасных материалов может быть полезен тем, кто связан с хранением больших объемов горюче-смазочных материалов и различных эксплуатационных жидкостей. Для того, чтобы отделить бракованную продукцию от той продукции, которая хранится на складе, существует специальное место-изолятор брака. Поскольку лакокрасочные материалы – это очень опасные вещества, которые легко воспламеняются, склад оборудован самой современной системой тушения пожара и улавливания, задымления, которые могут возникнуть при складировании. Вы можете посмотреть, склад оборудован датчиками и буквально при том, что может возникнуть какая-то проблема, это все будет моментально потушено. Этот склад выполнен по категорийности группы А, то есть как раз для материалов легко воспламеняющихся. Здесь легко сносимая крыша, большая площадь остекления, то есть соблюдены все нормы и требования. Не менее интересен опыт компании по отправке различных партий груза в десятки и сотни адресов. Оперативность складских служб позволяет перерабатывать большие грузопотоки на сравнительно ограниченных площадях. Торгово-сервисный комплекс «Техинком» обеспечивает обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт грузовых автомобилей и автобусов более 20 марок. О том, насколько важна работа локального склада запчастей, говорит коммерческий директор компании Сергей Штырев. Складское хозяйство в каждой организации несет одну из самых основных ролей финансовой деятельности. Почему? Потому что залог успеха финансового в работе любого производства – это наличие товара и движение товара. Мы не ставили перед собой задачи сделать очень крупный склад, который будет заполнен на 100% деталями, необходимыми для любого вида ремонта. В нашем варианте, на нашем производстве – это склад, поддерживающий нужды производства, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Объем месячной загрузки наш склад поддерживает. Оборачиваемый склад на данный момент где-то раз в три месяца. Изначально был создан склад по местам хранения, по маркам. И жизнь показала, что такая система складирования запчастей была не очень удобной в том плане, что не было четкого места хранения каждой детали, каждого наименования товара. Пришлось переходить к ячеистой системе структуры склада. Программа компьютерная, с помощью которой работает наша организация, она поддерживает эту ячеистую систему. Каждой детали присвоено свое четкое место на складе. Можно сделать анализ состояния склада. Процент эффективности работы склада у нас возрос на 60%. От изначального, когда было, ну, скажем так, процентов 20. Особенность склада – его максимальная приближенность к ремонтной зоне, где одновременно могут находиться до полутора десятков автомобилей различных марок. В таких условиях склад должен располагать необходимым минимумом самых востребованных деталей. Служба склада Плотную работает с службой снабжения. Гораздо проще стало отслеживать заказы, создавать заказы и принимать. Небольшие площади склада не позволили использовать стандартные стеллажи. Специалистам компании пришлось спроектировать и изготовить их собственными силами. На нашем складе работают три кладовщика, работающих посменно. Одновременно технический процесс выдачи запчастей осуществляет два кладовщика. И параллельно с ними работает ответственный за складское помещение человек. Он ставит детали на приход, проверяет качество и количество товара, приходящего. И занимается аналитикой запчастей, создает заказы запчастей. Оригинально решена проблема хранения большого количества мелких деталей и крепежа. Также самостоятельно в компании разработали кассетное хранение таких деталей. На данный момент на складе находятся запчастей на 3 миллиона 880 тысяч. При движении товара в месяц в среднем на 2 миллиона 380 тысяч рублей. По количеству позиций на складе находятся наименований в районе 6 тысяч денег. Процесс поиска необходимой детали крайне прост и основан на применении программы, подготовленной специалистами компании. При поступлении детали на склад ей присваивается адрес хранения, который включает номер стеллажа, полки, ячейки на ней и при необходимости номер кассеты. При поступлении заявки на выдачу запчасти работник склада запрашивает ее адрес в компьютере и, получив распечатку, находит деталь на складе. Найденная деталь поступает в ремонтную зону. Проходит несколько минут, и она уже в руках мастеров. На данный момент сейчас склад находится в состоянии развития. Мы не останавливаемся на достигнутом, развиваем те площади, которые есть. Почему? Потому что у нас появляется новая техника, соответственно, новая номенклатура запчастей. Мы смотрим вперед, подготавливая новые складские места. В работе каждого склада, вовлеченного в работу автосервиса, есть свои особенности, которые могут вызвать интерес у коллег по отрасли. Мы смогли рассказать лишь о нескольких таких складах и надеемся, что наша информация окажется полезной для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова